Здравствуйте уважаемые коллеги, меня зовут Дмитрий Хоффман, я являюсь квалифицированным инвестором и специализируюсь на компаниях биотехнологического сектора США. Для того, чтобы быть в курсе последних событий и получать актуальную аналитику по сектору, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. В этом видео речь пойдет о Experion Therapeutics. Я знаю, что многие подписчики этого канала либо владеют акциями данного биотеха, либо наблюдают за их движением. За последнее время в компании произошли существенные изменения, обсудим их и подумаем о будущих перспективах. Итак, поехали. Ну а перед тем как начать, для тех кто еще не знает, сообщаю, что на нашем ресурсе dasinvest.ru появилась статья с подробной инструкцией по открытию счета у брокера Just2Trade, который позволяет российским гражданам торговать всем спектром активов зарубежного рынка. Ссылку на статью я прикреплю в описании к этому видео. Напомню, что портфолио Experion сосредоточено на препаратах, снижающих уровень холестерина LPNP. Это Nexlitol, который представляет собой комбинацию бемпидоевой кислоты и изотимиба. И Nexlizet, который представляет собой просто бемпидоевую кислоту. Оба эти препарата были одобрены FDA и выпускаются в виде таблеток для приема один раз в день. На момент одобрения FDA сообщила, цитирую, что влияние Nexlizet на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность не установлено. И это могло быть препятствием для его использования. Как и тот факт, что оно не покрывалось системой страхования Medicare и не подлежало возмещению страховщиками. 13 декабря 2023 года FDA обновила показания для таблеток Nexlitol и Nexlizet. И мне кажется, что рынок не полностью оценил значимость этого обновления этикетки. Хотя акции выросли с 1,5 до более чем 3 долларов за штуку, это не отражает того, как обновление этикетки увеличило адресный рынок для препаратов с 10 миллионов пациентов до 30 миллионов пациентов. Предыдущая этикетка позволяла биотеху продавать препарат только тем людям, которые принимают статины с максимальной переносимостью. В декабрьском обновлении же этот ярлык удален и включено лечение первичной гиперлепидемии. Что расширяет адресную популяцию пациентов на 200%. На данном слайде визуально представлены адресные рынки, на которых работает компания. После декабрьского обновления они смогут работать как с синим, так и с темно-розовым овалом. Кроме того, компания ожидает одобрения FDA для снижения сердечно-сосудистого риска по ряду первичных и вторичных конечных точек на основании большого исследования под названием CLEAR. FDA приняла дополнительные заявки на новые лекарственные средства и установила дату ПДУФа на 13 марта 2024 года. В случае принятия этого увеличения адресная популяция пациентов вырастет еще на 133%. Уважаемые коллеги, напоминаю вам, что на нашем сайте представлен абсолютно бесплатный алгоритм скоринга акций широкого спектра с помощью метода искусственного интеллекта. Это отличный инструмент для отбора активов в ваш портфель и проверки ваших инвестиционных идей. Ссылка в описании к видео. А мы продолжаем. В прошлом году Эсперин подала в суд на своего партнера по NexlyTOL компанию Daichi. Источником спора стала договоренность, заключенная между биотехом и Daichi, согласно которой последняя должна осуществлять поэтапные выплаты на основе результатов исследования CLEAR. 3 января 2024 года стало известно о регулировании иска и выплате Эсперин в 125 миллионов долларов. Более того, компании договорились о переносе некоторого производства на базу Daichi, что с 2025 года может снизить накладные расходы Эсперин. На конференции JP Morgan 10 января генеральный директор компании сообщил, что в результате этого биотех сокращает накладные расходы как минимум на 85 миллионов долларов. 18 января компания объявила о публичном размещении акций на сумму 85 миллионов долларов. Котировки сначала снизились более чем на 20%, но после, в течение торговой сессии, отыграли большую часть падения, что в целом нетипично для ситуации доп. эмиссии. И на мой взгляд, вот почему это произошло. Вполне вероятно, что это последнее размывание акционерной доли в истории существования компании. Так, на конференции JP Morgan 10 января 2024 года, когда у генерального директора спросили о том, насколько компания близка к операционной прибыли, он заявил, цитирую, «Мы намного ближе, чем люди думают». Он также отметил, что их устраивают оценки аналитиков по выручке. Если посмотреть на эти оценки на 2024 год, можно увидеть, что выручка вырастет примерно на 200% по сравнению с 2023 годом, до 300 миллионов долларов, а компания будет близка к безубыточности. По тем же оценкам аналитиков, выручка в 2025 году составит 400 миллионов долларов, а прибыль на акцию – 42 цента. Если Биотех достигнет этих целей, вполне возможно, что в 2025 году мы увидим акции по цене не менее 10 долларов за штуку и рост в 500% от текущего уровня. Уважаемые коллеги, напоминаю вам о том, что вы можете следить за выходами новых видео в телеграм-канале, указанном в описании. Если вам понравился этот обзор, не забудьте поддержать канал и поставить лайк. И, как всегда, всем удачи торгов!